Привет! Вы умеете печь бисквиты? Вам страшно? Не бойтесь, это очень просто, серьезно. Есть такие рецепты, которые годятся для 7-летнего ребенка, правда. Вот такой мы сегодня и приготовим. То есть, вы поняли, настроение у меня сладкое. И не просто сладкое, а у меня сливочное настроение. Ну, я свой день, например, сегодня начала уже с булочки со сливочным маслом Вкуснотеева. Хочу вам сказать, прекрасное начало дня. Видите, какое у меня хорошее настроение? И вам советую, потому что это масло действительно нежное, действительно пахнет сливками. Вот если вы хоть раз попробовали настоящее сливочное масло, которое сделано из свежайших сливок, вы никогда потом этот вкус ни с чем не спутаете. Кроме того, он идеально себя ведет не только на бутерброде или на булочке, но и в выпечке. 200 граммов сливочного масла, 150 граммов сахара. Начинаем взбивать. Вообще, в принципе, это так называемый классический английский бисквит. Вот французы взбивают яйца с сахаром или с сахарной пудрой, а англичане начинают взбивание масла и добавляют сюда по одному, это важно, 3 яйца. А дальше потихонечку начинаем добавлять муку. 250 граммов муки. Я добавлю несколько капель миндального экстракта, пол чайной ложки. Можно добавить ваниль, ну или вообще любой аромат, который вам нравится. Еще очень здорово, знаете, работает с миндальным экстрактом в союзе цедра цитрусового. Или апельсина, или лимона. У меня лимон. Добавляем. Продолжаем добавлять муку. Как я уже сказала, всего нам нужно 250 граммов муки. Можно уменьшить немножко скорость. В несколько приемов добавляем муку. 125 граммов йогурта или нежирной сметаны. Ну, то есть, одна маленькая упаковка. И немножко соли. Видите уже, какое нежное и воздушное тесто получается. 150 граммов измельченного миндаля. Я его немножко подсушиваю при температуре 150 градусов, минут 10-15 в духовке. И он получается просто ярче по вкусу. И так вот получается вот такая прекрасная, видите, абсолютно элементарная в исполнении масса для бисквита. Дальше я беру форму, заранее приготовленную. И добавляем сюда тесто. Вообще, этот корж может стать основой для абсолютно любой вашей фантазии или желания по поводу вкуса. Его можно смазать вареной сгущенкой. Прекрасно работает. Его можно смазать сметанным кремом или взбитыми сливками. Или проложить какими-нибудь ягодами или ягодным джемом. То есть, абсолютно любой каприз этот корж поддержит. Температура 180 градусов. Выпекается наш корж минут 50-60, то есть где-то около часа, в зависимости от мощности вашей духовки. Вот, между прочим, моя духовка Кертинг творит чудеса с выпечкой. Секрет в том, что у нее есть функция пара. Комбинированный режим пар и горячий воздух подходит для всех видов теста. То есть, выпечка получается фантастическая. Фокаччо, багеты, бублики, сдобные булочки, фруктовые кексы. Ну вот просто, вот что вам хочется. Все получается идеально пропеченным и с румяной хрустящей корочкой. Здесь стоит довольно объемный контейнер на 1,3 литра. И его долгое время не требуется пополнять, что, конечно, тоже очень удобно. Вообще, здесь все очень неплохо продумано. В духовках с паром многие блюда готовятся быстрее, чем в обычных. Так что вы экономите и свое время, и электроэнергию. Через час открываем духовку. И вынимаем вот такую красоту. Ну вы же видели, все на ваших глазах происходило. И если вы сделаете, у вас получится точно так же. Этот рецепт никогда никого не подводит. Пока он остывает, здесь у меня сливки жирные, 150 мл. Добавляю сюда столовую ложку сахарной пудры и сливочный сыр. Подойдет маскарпоне, Филадельфия. Всего мне нужно 200 граммов сыра. И вот получается такой очень нежный, очень легкий, но в то же время по-настоящему насыщенный, яркий крем. Не перебить, это важно, потому что если сливки перебить, да и сыр тоже, они могут дать воду, нам это с вами не нужно. Возьмем острый нож и разрезаем корж на две части. Можно, конечно, и на три при желании. Ну две, по-моему, это уже тоже хорошо. Так, одну часть аккуратненько. Опа, спускаем, посмотрите, какая рыхлая, прекрасная структура. Ну это же просто чудо. Дно можно пропитать каким-нибудь сиропом, можно добавить, например, вот в этот, я беру варенье, именно варенье, а не джем. Можно добавить сюда несколько ложек, например, темного рома, будет очень вкусно. Ну или коньяк, что-нибудь в этом роде. Я использую варенье из крыжовника, вполне себе экзотика. С одной стороны, а с другой стороны русская дачная жизнь, правда? Распределяю и добавляю сюда слой сливочного крема. Либо ножом, либо вот такой лопаткой аккуратно распределяем. И теперь сверху корж. Оп, и вот теперь вот так вот бока прохожусь кремом. И предлагаю вверх присыпать небольшим количеством сахарной пудры. Можно украсить свежими ягодами, можно добавить еще варенье. А мы с вами сделаем все быстро, но не менее эффектно. Смотрите, вот уже снег у нас на корже, а сверху хлопья виндаля. Собственно говоря, вуаля. Мое сладкое любопытство на сегодня вполне себе удовлетворено. А ваше, хорошего дня!